Всем привет, сегодня я снова играю на режиме тренировка прицеливания, только уже не как в прошлый раз за Виллу и Иви, не на их стороне, а на стороне Шалиня и Стрикса. Катку нашло за полторы минуты, можете перемотать, проверить, я не вору. Я решил сыграть за Шалиня, потому что за него намного легче попадать, нежели за Стрикса. Буду играть через талант Рекурсия. У меня своя собственная дека, колода, как вам удобно, которая нацелена на восстановление ФП, в принципе по названию можно было понять. Я вот немножко карты покажу, там если хотите поближе разглядеть, просто поставьте на паузу. Сейвлю себя от взрыва с помощью шита. Так, первое убийство. Вот, даблкил уже есть, неплохо. Будет липлкил? Нет, не будет. Зреактивировал стрелу. Сейчас вы можете наблюдать мою косолапость. Три выстрела, четыре выстрела и не одно попадание. Нет, пять выстрелов и только одно попадание. Вот так вот. Кстати, вот при активации кьюшки очень легко попадать во врагов. Как видите, просто идет грая от стрелы и попасть намного легче. Триблкил, вернее, не было. Триплкил. Так, становимся на точку. Мне понравился, кстати говоря, этот режим. Очень понравился. Больше мне понравилось играть за сторону вилу и их. Потому что это очень фанная такая сторона. Там не нужно напрягаться, только стараться попадать. Отличая от стороны, на которой сейчас играю я. Так, неплохой. Дабл-тю. И еще одно убийство. Нормально. Мы лидируем, в принципе. Можно это увидеть по счету. Наверху. Синий это мы. Красный это враги. Вот тут я умру из-за очень глупой ошибки. Я пошел в такой узкий коридор на персонажей, которые стреляют по области. То есть, куда бы они не стрельнули, было бы попадание. Здесь мы увидим АПК. Я засейвить ее хотел, но... Мой шалин подумал, что не нужно ее сейвить. И я подумал, заберу-ка, лучше я килл себе, нежели когда-то его отдам. Еще одна смерть. Ну, тут уже по моей глупости. Я отключил с этого момента звук игры, потому что дальше пошли уже какие-то технические неполадки. Так что давайте без звука игры посмотрим на геймплей нового режима. Ну, как нового, временного режима. Я его в описании, там, название это укажу. Обязательно. И, возможно, даже на превью, но это не точно. Я не помню, было бы у меня на превью такое или нет. Так, дабл килл, неплохо. Дабл килл. Трипл килл. Неплохо, неплохо. Квадрокилл. Нормально. Нормально так-то я их размотал. Так, с помощью шифта быстро иду к точке и забираю вражескую виллу. Возможно, заберу и Иви, но нет, она забрала меня. Так, один фраг. Есть. Будет ли еще один? Будет ли еще один? А будет ли еще один? Еще один. Господи, зачем я это оставил? Надо было это тоже вырезать. Будет ли еще один фраг? Ну же. Может, там какой-то в конце крутой момент. Вот я ультанул. Скорее всего, я сейчас всех размотаю здесь. Так, первый. Ты попадешь! Второй, отлично. Два фрага. И ради этих двух фрагов я столько мучился. Ладно, победа. Катка удалась, интересно, как мне кажется. Давайте посмотрим на статистику. Так, идет заставка. И... Ну же. Что там по статистике? Так, ну я больше всего урона нанес. Разрушительная сила. Неплохо, неплохо. И у меня больше всего убийства. 25 убийства, 9 смертей, 67 тысяч урона. Смертей у меня меньше, чем у половины моей команды. И убийств у меня больше, чем у всех. Это хорошо. Это, я считаю, неплохой результат. Кстати, спасибо за просмотр. В принципе, больше сказать мне нечего. Всем пока.